В эфире Народные новости в студии Марина Василевская. Здравствуйте! В начале выпуска его основные темы. 10 миллиардов рублей, инвестиции и 700 новых рабочих мест в Розаевском районе обсудили планы на ближайшее будущее. Следж-хоккей. В Мордовии будут развивать еще один вид инклюзивного спорта. Потенциал у отрасли высокий. Артем Сдунов принял участие в итоговой коллегии республиканского Миндесхоза. Результаты и планы. 10 февраля состоялась очередная девятая сессия Совета депутатов городского округа Саранск. На собрании представили отчет о результатах работы главы города и администрации в 2021 году, а также утвердили план действий по реализации послания главы Мордовии к госсобранию в 2022 году. В работе сессии приняли участие руководитель региона Артем Сдунов и представители кабинета министров. Первый и самый важный вопрос повестки дня – итоги работы главы города и в целом всей городской администрации за 2021 год, а также планы на 2022 год. Вектор задает реализация поручений главы Мордовии, обозначенных в его послании к госсобранию. Говорить о результатах работы Игорь Осабин начал с финансовой составляющей. Отметил, доходная часть бюджета Саранска составила 8 миллиардов 505 миллионов рублей. Решать финансовые проблемы городу помогала республика. Были выданы кредиты для погашения долгов. Кредиторская задолженность бюджетных учреждений Саранска по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилась на 42,7%. Все это помогло администрации выполнить намеченные обязательства и планы. В соответствии с посланием главы республики Мордовия в текущем году нам необходимо не только обеспечить наращивание собственных доходов, но и повысить эффективность используемого имущества. Большая работа была проведена по благоустройству. В 2021 в Саранске облагородили 58 придомовых территорий, привели в порядок 28 дворов. Благодаря нацпроектам столицы Мордовии появился парк имени Тани Бибиной, а в этом году обещает преобразиться и сквер подольских курсантов. Большое внимание в прошедшем году уделялось и ремонту дорог. Обновили более 22 километров дорожного полотна. Капитально отремонтировали 11 километров на 20 различных участках. Особый акцент на сферу ЖКХ в эту снежную зиму сотрудникам коммунальных служб пришлось нелегко. В уборке городских территорий используют 128 единиц коммунальной техники муниципальных предприятий. Отмечу, что такого количества для качественного современного содержания дорог города совсем недостаточно. Обильные снегопады текущего года нам это продемонстрировали. Парк коммунальной техники необходимо значительно обновить. Работа в этом направлении постоянно ведется. Также выражаю благодарность коммунальным службам города за работу по уборке снега с улиц Саранск. В этом году обильные снегопады идут практически постоянно с начала января. Дворники, механизаторы трутся круглосуточно, чтобы не допустить транспортного коллапса на наших дорогах. Конечно, не везде успевают все расчистить. Проблемные участки нам известны. Мы работаем над этим, чтобы в сложившихся условиях устранить все недочеты. В своем отчете глава Саранска также поднял другие проблемные вопросы. Отметил, есть сложности с общественным транспортом. Часто нарушается интервал движения автобусов и маршруток. Основная причина в техническом состоянии автомобилей. Также не хватает водителей и кондукторов. Сейчас разрабатывается план по улучшению ситуации. Игорь Осабин также рассказал о планах в области образования, спорта, туризма и других сфер. На сессии выступил глава Мордовии Артем Сдунов. Он подчеркнул, республика продолжит поддерживать город. Однако и городской администрации нужно постараться работать эффективнее по всем направлениям. Город Саранск имеет все предпосылки, чтобы самому быть самодостаточным. Самому зарабатывать и не ссылаться постоянно на республику. Мы вас, конечно же, не бросим. Вы столичный город. Мы будем за этим следить, как и сделали в прошлом году. Но все усилия должны быть направлены на рост собственных доходов. В первую очередь нужно сформировать благоприятный инвестиционный климат. Особое внимание должно уделяться представителям бизнеса. Нужно продолжать работу по инвентаризации имущества. На сессии прозвучало предложение разработать собственную муниципальную программу по развитию туризма. Эту идею глава республики назвал удачной. Здравая мысль, высказанная одним из депутатов, я считаю, про программу. Она обязательно должна быть, неважно в какой части, но этому надо уделить внимание. Должны быть созданы условия для предпринимателей. Потому что город сам по себе, он привлекательен. Когда есть учреждения культуры, которые финансируются. Когда есть соответствующие объекты рекреации. Когда дороги чистые. Когда есть программы продвижения туристов. Когда рестораны работают. Для бизнеса надо создать условия. Вот там это надо прописать. Маршруты прописать. Особое внимание, подчеркнул Артем Сдунов, нужно уделить программам и проектам. А также взаимодействию с федеральными экспертами. А время сессии не раз было отмечено. Положительных результатов можно добиться только вместе. Благодаря командной работе. И этому принципу в город администрации будут следовать. Юлия Мамаева, Сергей Соколов. Народные новости. Первое место в России по производству яйца. И второе место по молоку. Мордовия уверенно входит в число регионов-лидеров по производству основных видов продуктов в расчете на одного жителя. Такие данные озвучил руководитель Министерства сельского хозяйства и продовольствия республики на итоговой коллегии ведомства. Она прошла в Саранске 10 февраля. Министр отчитался за прошлый год и обозначил планы на 2022. Однако председателя правительства в докладе Александр Кичайкин устроил не все. Чем именно остался недоволен Владимир Сидоров, расскажем далее. Сельскохозяйственная отрасль Мордовии, несмотря на пандемию, ежегодно показывает стабильный рост. В регионе увеличиваются пассивные площади, аграрии стали больше производить овощей. В прошлом году их собрали более 32 тысяч тонн. Хорошие показатели и у цветоводов. В 2021-м они срезали 45 миллионов роз. Многие предприятия стали больше платить своим сотрудникам. В этом году среднюю зарплату в отрасли планируют поднять до 40 тысяч рублей. В 2021-м году средняя зарплатная плата средних предприятий республики ожидается в размере 36,7 тысяч рублей. В 2022-м году необходимо обеспечить рост средней зарплаты работников АПК не менее чем на 9%, сохранив при этом темп роста на среднесрочную перспективу. Сейчас республика полностью обеспечивает себя продуктами питания и свыше 70% произведенного реализуют за пределами региона. В непростых погодных условиях аграриям удалось собрать 1 миллион 200 тысяч тонн зерна. Сейчас растение воды готовится к пассивной. Как она пройдет в этом году во многом зависит от готовности техники. В этом году стоит задача обновить парк на 850 единиц. Более 6 миллиардов рублей этой весной планируют потратить на топливо, удобрения, химические средства защиты и технику. Не менее важный вопрос – подготовка кадров. В животноводстве в текущем году предстоит увеличить производство мяса более чем на 5000 тонн. С 484 до 495 тысяч тонн предстоит увеличить производство молока. Для достижения таких показателей необходимо обратить особое внимание на повышение уровня квалификации кадров. Как мы с вами понимаем, какие бы современные комплексы мы не построили без человека, без грамотного специалиста, эти производства не дадут должной отдачи и затраты будут произведены впустую. В прошлом году аграрии собрали полтора миллиарда штук яиц. От каждой фуражной коровы получили 7455 килограммов молока. Среди лидеров – Вансарский, Качкуровский и Ичалковский районы. В аутсайдерах – Большеберденковский. Сразу в нескольких районах в начале этого года показатели поползли вниз. Серьезный разговор с руководством районов и предприятий состоялся у председателя правительства республики. По молоку отдельно я хотел остановиться. Вот первый месяц начали работать. Значит, Красноботский район. Реализация скота – минус 91 тонна. Производство молока – минус 245 тонн за месяц, коллеги. И на 20 килограмм минус надой на одну фуражную коровку. Ну-ка, Красноботск, подключитесь, Алексей Владимирович. Это что за результаты такие у вас по первому месяцу работы? Как вы спрогнозировали и какие задачи поставлены этому району? Также Владимир Сидоров раскритиковал намеченные цели. По его словам, задачи слишком незначительные. У аграриев есть большие потенциалы и возможность перевыполнить план. Также шла речь о том, что нужно активно развивать рыбную отрасль и завоевывать рынок школьного питания. Кроме того, Владимир Сидоров поручил обратить внимание на жилье для сельских тружеников. Его надо строить более активно. Ольга Данилова, Станислав Семин. Народные новости. Уникальное для страны производство в скором времени откроется в городе железнодорожников. Об этом главе Мордовии Артему Сдунову рассказали во время очередной рабочей поездки в Розаевский район. Также он осмотрел современную жилую застройку и животноводческий комплекс. И принял участие в работе седьмой сессии Совета депутатов Розаевского муниципального района, во время которой администрация отчиталась о проделанной работе за минувший год. Чем запомнился 2021 и каким будет 2022 год для района, расскажем далее. Предприятие «Экспонента» производит биологические добавки для строительной отрасли. Благодаря им одни материалы схватываются быстрее, а другие, например, гипс, наоборот, медленно твердеют. Глава региона ознакомился с производством. Он отметил, при необходимости можно получить помощь в Республиканском фонде развития промышленности. В планах компании увеличить количество выпускаемой продукции с 20 до 100 тонн в месяц и запустить уникальное для России производство муравьиной кислоты, по технологии, не имеющей аналогов в мире. Круг ее потенциальных потребителей достаточно широк. Применяется преимущественно в сельском хозяйстве, при дублении кожи, также это пищевая отрасль и фармацевтическая. Но в нашей Республике этот продукт особенно популярен с точки зрения применения его для производства консервантов. На улице Карла Маркса руководителю региона рассказали о новой жилой застройке. В этом году здесь возведут еще два дома, детские и спортивные площадки. В перспективе строительство торгового центра. А в готовом 66-квартирном доме совсем недавно отметили новоселье переселенцы из-за аварийного жилья. Одни из них, семья Чикиных, новой квартирой супруги остались довольны. Кухня большая? Очень. 10,5 квадрата. Прямо изумительно. В Красном Сельце в центре внимания оказался новый животноводческий комплекс на тысячу голов. За пять лет здесь выросли новые коровники и современный доельно-молочный блок. Сейчас в хозяйстве более 700 буренок. В центре села Артем Уздунову показали план благоустройства площади. Ее приведут в порядок в рамках программы формирования комфортной городской среды. Здесь установят сцену, библиобеседку, качели и арт-объект в виде яблока. От этого яблока будет у нас заложена аллея Волгина в честь знаменитых наших агрономов, которые взложили за свою жизнь более миллиона плодовых деревьев в нашем поселке. Они такие у нас удающие, знаменитые. Жители села попросили главу региона помочь с ремонтом сельского клуба. Артем Уздунов поручил правительству республики подготовить предложение по решению проблемного вопроса. О том, что требует оперативного решения и вмешательства, шла речь и на седьмой сессии Совета депутатов Рузаевского района. В ее начале глава муниципалитета рассказал о том, как прошел 2021 год. В целом, для промышленности и сельского хозяйства он был удачным. Эти отрасли активно развивались. Что касается развития территории и привлечения инвестиций, намеченные планы удалось выполнить. За девять месяцев объем инвестиций в основной капитал составил более миллиарда рублей. Это позволило создать более 250 новых рабочих мест. Активно велась работа с фондом президентских грантов. Более 10 миллионов рублей получили на реализацию проектов организации района. В 2022 году планируется начало инвестиционной фазы производства полимерных композитов, производства пищевых и косметических продуктов, производства изделий и оснастки с использованием технологии мехобработки, литья и штамповки, производства мебели, производства металлических конструкций, строительства завода по производству бесцветной и декорированной стеклянной тары для пищевой промышленности. Кроме того, в 2022 году начнется реализация потенциально новых проектов. Производство влажных кормов для животных, строительство газомоторных станций, создание экопарка высоких технологий. Также в этом году начнется возведение детской поликлиники. Глава Мордовии отметил проблемные вопросы. Это и наращивание собственных доходов, и работа с инвесторами затронули и сферу ЖКХ. Актуальным остается вопрос по водоканалу. Конкретное решение, кто эффективно будет справляться с этой задачей. Сейчас команды вообще никакой нет. То есть, если раньше мне докладывали, что она неэффективная, сейчас ее вообще никакой нет. Правильно? Поэтому, не откладывая долгий ящик, проводите переговоры, решайте на уровне, что это сейчас будет, и не муниципальная, или приходит новый инвестор. Но делать это надо очень быстро. Среди проблемных объектов требующий капитального ремонта мост через железную дорогу по улице Беднодемьяновской в Рузаевке. Дорога Саранск-Рузаевка, которая нуждается в расширении и установке освещения. Требует реконструкции стадион-локомотив. По поручению Артема Сдунова, Министерство спорта Республики подготовит предложение по решению этого вопроса. Ольга Данилова, Сергей Соколов, Народные новости, Рузаевский район. 10 февраля прошло расширенное заседание коллегии Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Мордовии. В нем принял участие глава региона Артем Сдунов. В ходе встречи обсудили итоги минувшего года и поставили задачи на ближайшее будущее. В прошлом году серьезным испытанием для Министерства и подведомственных учреждений стали лесные пожары в Мордовском заповеднике и ряде районов республики. Тем не менее, по многим направлениям деятельности достигнуты высокие показатели, в том числе по реализации национальных проектов. Мелесхоз реализует три региональных проекта в рамках национального проекта «Экология». Это сохранение лесов, чистая страна и сохранение уникальных водных объектов, которые в 2021 году реализованы своевременно и в полном объеме. В 2021 году доходы от пользования природными ресурсами составили 191,5 миллиона рублей. Рост 148%. План поступления в федеральный бюджет выполнен министерством на 119%, а в республиканский бюджет перевыполнен практически в три раза. Однако есть и проблемы. Это кризис кадрового потенциала. 60% всех сотрудников через 10 лет выйдут на пенсию. Недостаточное материально-техническое обеспечение лесничеств и низкая цифровизация. Артем Сдонов отметил, что у отрасли высокий потенциал. Подчеркнул, в недавнем прошлом министерство прошло череду уголовных дел. Но новый руководитель будет выстраивать работу правильно. Зашла речь и об экономической составляющей. Наша задача сформировать в этом плане новую экологическую политику, общественную повестку. Я всегда уже говорил, без денег очень сложно будет это сделать. Поэтому над ростом собственных доходов, а министерство серьезно об этом задумывалось, собственных доходов бюджета я имею в виду. Правильно, чтобы понимали. Пожалуйста, эту политику продолжайте. Всю необходимую помощь от меня лично, от правительства, безусловно, вы будете в этом плане получать. Артем Сдунов подчеркнул, природа и экология – это преимущество Мордовии в сравнении с другими регионами. Важнейший экономический и экологический ресурс. Главные задачи лесного хозяйства сегодня – это лесовосстановление, противопожарное обустройство и охрана лесов, укрепление лесопожарных станций и обновление техники и оборудования. Еще одно важное направление – экология и природопользование. В прошлом году в Мордовии началась реализация федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология». Сейчас готовится заявка в Минприроды России по рекультивации Краснослободской и Темниковской свалок. Общий объем финансирования по этим объектам составляет 438 миллионов рублей. В конце встречи лучших сотрудников ведомства отметили наградами. Ирина Семенова, Народные новости. В этот же день итоги работы за 2021 год подвели и в Республиканском министерстве образования. Период выдался непростым из-за пандемии, но возникающие проблемы решались оперативно. Главное внимание педагогов, как отметил Артем Сдунов, должно быть направлено на воспитательную работу с детьми. Региональная система образования добилась положительных результатов по многим направлениям. Прежде всего, это качественная работа с одаренными детьми. Особую позицию занимает республиканский лицей, который входит в топ сильнейших школ России. Победы учеников лицея – это достояние республики и всей страны. В основном это победы по естественно-научным направлениям. Результаты, я считаю, должны быть и по другим предметам, и у других школ. Министерство образования совместно с вузами прошло предметно и комплексно подойти к решению этой задачи. Вот гуманитарное направление. Нам нужны граждане, нам нужны патриоты, нам нужны люди надежные. И не только нам, и родителям. Поэтому, так как ребенок большую часть сейчас своей жизни проводит в школе, или в основной школе, или под дополнительным образованием, надо к этому подойти. Через гуманитарные дисциплины мы многое что можем дать параллельно. Здесь вопросы и культуры, вопросы и возникают они по исторической справедливости. Подробный сюжет о событии смотрите в следующих выпусках Народных новостей, а пока к другим темам. На встрече у главы Мордовии Артема Сдунова 9 февраля обсуждали участие республики в проекте по созданию детской слэш-хоккейной команды. С такой инициативой выступили директор по развитию автономной некоммерческой организации «Больше чем спорт» Наталья Шмунина и руководитель благотворительного фонда «Женщина за жизнь» Наталья Москвитина. Слэш-хоккей представляет собой разновидность хоккея с шайбой. Это паралимпийский вид спорта, командная игра для людей с ограничениями по здоровью. Слэш-хоккейные команды уже созданы в десятки российских городов. В их числе Красноярск, Новосибирск, Нижний Новгород, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Москва и Московская область, Сочи, Пенза, Чебоксары, Казань, Екатеринбург и других. Было отмечено, что в Мордовии 2400 детей с инвалидностью. Многие из них имеют большой нереализованный потенциал, в том числе, к занятиям спортом. Артем Сдунов подчеркнул, республика заинтересована в том, чтобы создавать все условия для социализации детей с инвалидностью, как полноценных членов общества. Тем более, что в Мордовии достаточно ледовых арен, где есть возможность для полноценных занятий. Обеспечение спортивной амуницией и тренерским составом – все это берет на себя оно больше, чем спорт. Руководителям регионального Министерства социальной защиты и Министерства спорта и молодежной политики Мордовии поручено содействовать в реализации этого важного проекта. Планы на текущий год – сформировать команды и наладить тренировочный процесс на одной из ледовых арен Саранска, начать подготовку к участию в российских спортивных турнирах и во Всероссийском фестивале адаптивного хоккея – «Хоккей Фэмили Фест» в 2023 году. Анастасия Целигина, Народные новости. Как мы уже сообщали, 9 февраля председатель Государственного собрания Мордовии Владимир Чебиркин посетил Краснослободский район. Он осмотрел, как идет капитальный ремонт поликлиники Краснослободской ЦРБ и принял участие в седьмой сессии Совета депутатов района. Подробности о рабочей поездке расскажем далее. Капитальный ремонт поликлиники в Краснослободске проводится по наказу избирателей Краснослободского и Ельниковского районов. Здание будет практически полностью обновлено – от кровли до инженерных коммуникаций и систем пожарной безопасности. Сейчас проводится замена дверей и оконных рам, благоустраиваются внутренние помещения. Владимир Чебиркин осмотрел ход работ, пообщался со строителями. Ему доложили, что сроки выдерживаются в соответствии с графиком, установлен контроль за качеством ремонта. Планируется также оснастить поликлинику современным оборудованием для диагностики и лечения заболеваний. Объект очень важный. Как видите, это сегодня современное требование, условия создать врачей, которые могли делать услуги медицинские на самом высоком уровне. Вот этот объект мы должны ввести в этом году уже, к первому сентябрю месяцу, чтобы он заработал. Также в ходе рабочей поездки председатель госсобрания принял участие в очередной сессии Совета депутатов Краснослободского района. На ней обсудили итоги работы в минувшем году и задачи на год текущий. Самая главная проблема сегодняшнего дня – борьба с коронавирусной инфекцией. Приоритетом для органов власти, руководителей предприятий и учреждений района обозначено достижение коллективного иммунитета. Для этого должна быть продолжена вакцинация и ревакцинация населения. В отчете главы Краснослободского района Алексея Буйнова о работе в минувшем году дана оценка отраслевых комплексов, отмечена положительная динамика по основным экономическим показателям. Поставлены также задачи дальнейшего развития, которые будут решаться в соответствии с посланием главы Мордовии Артема Сдунова к Государственному собранию на 2022 год. Они предполагают укрепление социально-экономического потенциала Краснослободского района. В 2022 году предстоит обеспечить рост производства продукции сельского хозяйства к уровню 2021 года на 14,1%, в том числе продукции рассиневодства на 37,5%, продукции животноводства на 1,5%. В 2022 году, согласно стратегии развития муниципального района, необходимо довести производство молока до 45,9 тысяч тонн при продуктивности 6578 килограмм на одну фуражную корову, произвести мясо 3,5 тысяч тонн, произвести зерна в количестве 64 тысяч тонн при урожайности 27 центнеров с гектарой. Обращаясь к участникам сессии, председатель Госсобрания Мордовии Владимир Чебиркин подчеркнул, что и руководству, и депутатам района предстоит серьезная работа. Прежде всего, усилия должны быть направлены на повышение собственных доходов муниципалитетов. А при реализации социальных проектов важна грамотная работа с документами. Те проекты, которые сегодня, о чем говорил Владимир Владимирович, там, в Дом культуры, требуют старого синдрова. Сделал Дом культуры. Первое, то, что нужно начинать, и по другим проектам. Надо сделать проект на смертную документацию. Проект на смертную документацию за счет муниципалитета. Вот в первую очередь будет проект на смертную документацию. Сразу можно привлечь федеральные республиканские бюджетные деньги и на дороги, и на Дом культуры, и на строительство и ремонт медицинских учреждений и образований. В числе актуальных председатель Госсобрания выделил вопросы повышения заработной платы, развития агропроизводства, поддержки малого и среднего бизнеса, дорожного строительства, укрепления материальной базы систем здравоохранения, образования и культуры. Все то, что направлено на повышение качества жизни людей. Вячеслав Кузьменко, Народные новости. 10 февраля в России отмечают День дипломатического работника. В этот праздник ежегодно представители Министерства внутренних дел страны проводят личные приемы граждан. По доброй традиции вопросы жителей ПФО выслушал Сергей Малов. Подробности в материале Ирина Семенова и Сергея Скалова. Жители Кировской и Нижегородской областей, Чувашской и Удмуртской республик, а также Республики Мордовия в День дипломатического работника смогли задать свои вопросы представителю Министерства иностранных дел. Сергей Малов провел дистанционный прием граждан. Из региональной приемной президента на связь вышла в том числе и представительница одного из ведущих вузов республики. Может ли представительство оказать содействие в организации проведения в Российском Центре науки и культуры в Будапеште, в Венгрии, презентации Мордовского государственного педагогического университета имени Евсерьева с целью поиска вузов-партнеров финно-угорской группы? Сеть РЦНК – это Российский Центр науки и культуры за рубежом, который именно входит в состав Федерального агентства Россотрудничества. Это наши партнеры. Взаимодействие с РЦНК напрямую мы возложим и на отделение наше в Саранске, а то, что касается на руководство Россотрудничества, для того, чтобы было оказано максимальное содействие, здесь же нужны помещения, размещения, какие-то льготные условия. Сергей Малов рассказал и о том, что представительство содействует в исправлении ошибок в визах иностранных студентов. Об организации другого международного мероприятия в Мордовии спросила и представительница Мордовского русского драматического театра. В 2022 году в Саранске пройдет 16-й фестиваль «Соотечественники». В столицу региона вновь собираются приехать театралы из ближнего зарубежья. В этом году в фестивале примут участие русские драматические театры из Молдавии, из Белоруссии, из Казахстана, из Узбекистана. Скажите, пожалуйста, необходимо ли оформлять официальные приглашения театрам-участникам из этих стран? Визы не требуются. Здесь безвизовый режим. А раз визы не требуются, то не нужно оформлять приглашения. То есть у этих граждан просто должны быть заграничные паспорта и государственными гражданами, которых они являются. И все, они могут приехать к вам на ваши мероприятия, но с соблюдением всех этих ковидных ограничений. Подобные приемы проходят раз в год. А вот Саранское отделение представительства отвечает на вопросы населения в два раза чаще. Вопросы чаще всего касаются поиска захоронений родственников, погибших во время Великой Отечественной войны на территории иностранного государства. Обращаются с другими вопросами по порядку выезда за рубеж, по оформлению заграничных паспортов. То есть перечень вопросов, которые входят в нашу компетенцию, он достаточно обширен. Ирина Семенова, Сергей Соколов. Народные новости. Итоги первого этапа оперативно-профилактического мероприятия нелегальный мигрант подвели в Управление по вопросам миграции республиканского МВД. Направлено оно было на предупреждение, выявление и пресечение фактов нарушения миграционного законодательства в местах компактного пребывания иностранных граждан и осуществление ими трудовой деятельности, а также недопущение образования этнических анклавов на территории Мордовии. Оперативно-профилактическое мероприятие нелегальный мигрант длилось 5 дней. За это время сотрудники полиции провели 461 проверку в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства. Было выявлено 74 нарушения в данной сфере. В том числе по статьям. 18.8 КОАП РФ. Нарушение иностранным гражданинам и лицам без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания в Российской Федерации. 18.9 КОАП РФ. Нарушение правил пребывания в Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства. 18.10 КОАП РФ. Незаконное осуществление иностранным гражданинам и лицам без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации. 18.15 КОАП РФ. Незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина и лица без гражданства. 18.20 КОАП РФ. Нарушение иностранным гражданинам и лицам без гражданства срока обращения за выдачей патента. 19.27 КОАП РФ. Представление ложных сведений при осуществлении миграционного учета. Наложено административных штрафов более чем на полмиллиона рублей, из которых взыскано 242 тысячи. В отношении восьми иностранных граждан принято решение о неразрешении въезда. На территории Ичалковского и Зубовополянского районов установлены два незаконно находящихся иностранных гражданина. Одного из них принято решение выдворить в форме самостоятельного контролируемого выезда. Второму придется заплатить штраф в размере двух тысяч рублей. Кроме того, зарегистрировано 12 материалов доследственных проверок по признакам состава преступлений, совершаемых в данной сфере. Анастасия Целигина, Народные новости.